МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале «Красная линия» Наш взгляд на главные события в России и мире. Смотрите сегодня в информационной программе темы дня. Сегодня те, кто сражаются там, они всех нас защищают от нацизма и фашизма. Они всех нас берегут. И с первого дня мы им оказываем всяческую помощь. КПРФ отправила 126-й гуманитарный конвой защитникам Новороссии. Это несколько 20-тонных фур из разных регионов России. По вашему поручению при поддержке РЖД приобретены 4 УАЗа. Вчера вечером Сульяновск и наши ребята предоставили. Сегодня совместно с военнослужащими направятся на Донбасс. 4 УАЗа – внедорожник «Форд» и грузовой сверхпроходимый «КамАЗ» отправятся вместе с гуманитарным конвоем на передовую. Международные связи. Начинаем встречи к Итине с Итиньпинем. Братские партии. 200 лет Карлу Марксу. История партии и страны. Делегация КНР в Госдуме посетила выставку, посвященную предстоящему юбилею лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Пять внедорожников, «КамАЗ» и несколько 20-тонных грузовых фур отправились в Новороссию из Подмосковья, Ульяновска, Орла, Воронежа, Ростова-на-Дону и Северного Кавказа. Это 126-й гуманитарный конвой КПРФ в новые регионы России. Он приурочен ко дню памяти и скорби, 22 июня, дате, когда началась Великая Отечественная война. «По вашему поручению, при поддержке РЖД, приобретены 4 УАЗа, вчера вечером, Сульяновск, и наши ребята предоставили, и сегодня совместно с военнослужащими направятся на Донбасс». Четыре внедорожника УАЗ, пикап марки «Форд» и «КамАЗ». В этом гуманитарном конвое КПРФ часть груза поедет в Новороссию своим ходом. Ключи уже отдали бойцам, которые доставят машины в расположение частей. «Дрон с тепловизором, два дрона «Маверик» и 70 саперных лопат. Оружие 21 века. Вот как раз машина. За грузом молодцом. Есть предприятия в городе, которые до сих пор готовы из своих складов доставать советские разработки. Это трубка холодной пристрелки для орудий. И в том числе медицинские. Вот носилки. Смотрю знакомые. Востребована вещь. Куликам спасибо, надо сказать, они в каждый конворт привозят мед. Мы сейчас во все машины поставим этот мед, и он пойдет непосредственно в части. Имейте в виду лучший продукт. 100 продуктов в мире брали, и везде мед занял первое место. Это идеальный продукт. Пушкинский горком также участвует. 126-го юбилея. Бум конвоя, да, не пропускаем, всегда в строю. Кроме того, в этом конвое традиционно будут отправлены на фронт продукты питания, медикаменты, одежды и предметы первой необходимости, а также специальный инструмент. Американцы возродили нацистско-бандеровскую свору, которая обрушилась на Украину. Сегодня те, кто сражаются там, они всех нас защищают от нацизма и фашизма. Они всех нас берегут. И с первого дня мы им оказываем всяческую помощь. Я благодарю вас. Вы искренне это делаете. Мы уже отправляем 126-й конвой. Вдумайтесь, с первого дня. И сегодня одновременно пойдут еще конвои с моей родной Орловщины, с Ульяновской области, с Ростовской области, с Таврополя, с Воронежа. Это и есть народное подвижение, народная помощь и поддержка. Среди посылок не только гуманитарная помощь. Письма школьников со всей России доставят бойцам на Западный фронт, а также окопные свечи, маскировочные сети, копии знамени Победы и, конечно, сладкие подарки детям. Я вас искренне благодарю, что вы это сделали и накануне моего дня рождения. Это наш общий подарок тем, кто сегодня защищает нашу Родину, любит нашу Родину, кто борется за мир, кто, собственно говоря, является нашей гордостью и лицетворением будущих успехов. Не случайно президент Путин сказал, что новая элита формируется там в боях, трудах, преодолениях на основе тех подвигов, которые обеспечили разгром фашизма и нашу великую победу в мае 45-го. Геннадий Зюганов отметил, что в последние годы к гуманитарной миссии КПРФ присоединилось много неравнодушных россиян. РЖД помогает в закупке УАЗов, Владимирская птицефабрика прислала несколько тысяч яиц, домохозяйки плетут маскировочные сети и шьют маскахалаты, пенсионеры покупают крупу и макароны. Вся эта помощь, в числе прочего, формирует гуманитарные грузы КПРФ. Стулы ребята здесь, Тверис, Владимира, а вот группа там Рязань, Тамбов, Курск, они все сосредоточились сегодня на Воронежской площадке. Там грузят груз для того, чтобы он подсоединился в наш конвой. Я уже называл туда до Северного Кавказа, начиная от Дагестана, Теченской республики, Кабардино-Валкарии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии. Они тоже все, значит, работают и две большие пойдут оттуда машины. Семь слова благодарности, уважаемые товарищи. Объемы груза и частота отправки конвоев увеличились в несколько раз. Сейчас они уходят в сторону фронта каждые три дня из разных городов страны. Эта помощь с каждым годом только наращивается. Кроме централизованной отправки, большинство наших местных отделений, которые здесь присутствуют, напрямую работают с конкретными воинскими подразделениями. Мы не забываем и семьи, детишек, жен, которые здесь в области находятся, тоже помогаем. Нынешний конвой приурочен и к юбилею нашего лидера, Геннадия Андреевича Зюганова, который возглавлял вместе с Владимиром Ивановичем Кашиным именно этот процесс. Сегодня, опять же, вся Московская область, все организации Московской области участвуют в этом конвое. И участвуют организации, в том числе дети войны. Сегодня видели, что там собрали наши ветераны. Все равно из своей пенсии, как их не уговоришь, они заставляют, чтобы взяли средства или покупают продукты и отдают. Та помощь, которую мы давно уже оказываем с Владимирской земли, она только усиливается. И отрадно, что не только наши партийные организации, это и Меленковский район, Юрьевпольский, город Владимир, Ковров, Муром. Я говорю, а все широкая, оказывают поддержку. Но и наши предприятия, фактически все без исключения. Это и продукты, питание, и медикаменты, и техника, и так далее. Десять лет назад, в эти дни, июньские, тульские коммунисты присоединились к тому первому грузу, который шел из Подмосковья. И вместе с нашими подмосковными коммунистами мы прибыли в Изварина и доставили тут первую коммунитарную помощь. Вот с той поры каждую отправку, которая идет в совхоз Домиелейна, присутствует груз из города Героя Тулы. Сотни тонн продуктов питания, медикаментов, детских вещей было отправлено в Донбасс. Коммунисты Москвы с большой ответственностью относятся к той благородной миссии, которую ведут бойцы в зоне специальной военной операции. Мы отправляем все самое необходимое мирным жителям, нашим защитникам. Мы верим в нашу победу и уверены в том, что наш вклад в это дело они очень здорово оценят. Мы желаем им всякого здоровья, успехов и нашей скорой победы. Ура! Спасибо! Спасибо, Генерал Иванович. Я очень горжусь, что наша партия принимает огромное участие вот в этой большой работе и принимает это участие от всего сердца, от всей души. Я хотела бы сказать, Геннадий Андреевич, огромное спасибо вам за вашу организующую роль, за вашу работу. Вы очень много говорите о великом учительском труде. Вы для нас настоящий учитель и наставник. Большое вам спасибо за вашу работу. А всем нам большой победы! В годы Великой Отечественной войны с Псковской земли, блокадной Ленинград, шли продовольственные обозы, партизанские обозы, прорывая через болото, через лица окружения. И спустя 80 лет мы также сегодня привезли продовольствие для наших ребят, постельные принадлежности, теплые вещи. Это традиция наша, это крови в нашей помогать людям, которые находятся в беде. Эту работу Геннадий Андреевич вместе с Владимиром Ивановичем уже 10 лет проводит в поддержку Донбасса. Поэтому, Геннадий Андреевич, мы недавно были у бойцов. Огромные вам приветы от ваших друзей, от всех бойцов. И огромное спасибо за ваш труд, Владимир Иванович. Спасибо огромное. Это сотни тысяч человеческих спасенных жизней. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо тебе, Кайбек. Компартия стала первой политической силой, которая открыла сбор гуманитарной помощи для Донбасса еще весной 2014 года. А сейчас нет ни одного региона страны, который бы остался в стороне от гуманитарной миссии КПРФ. Телеканал «Красная линия» в этом конвое тоже отправил гуманитарный груз, купленный на пожертвования телезрителей. Более чем на полмиллиона рублей. Зрители собрали за два месяца, подготовили продукты питания, медикаменты, перевязка, дезинфекция. Вот телеучители «Красная линия» ваши коллеги отправляют, собирают, рекламу дают. Это и есть всенародная борьба за нашу блестящую победу. От имени редакции телеканала я хочу поблагодарить всех наших телезрителей, приславшие нам материальные средства для того, чтобы сегодня 126-й конвой мы приобрели на ваши деньги гуманитарную помощь для жителей Донбасса и защитников русского мира. Огромное вам всем спасибо за то, что вы делаете. В сегодняшнем 126-м конвое на ваши средства закуплены более трех тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости, которые так нужны сегодня фронту и жителям Донбасса. В совхоз имени Ленина груз прибывает преимущественно из Подмосковья и соседних областей. По ходу движения колонны к ней присоединяются машины из других регионов. На территории Херсонской области сегодня работает гуманитарный центр. Благодаря вашей поддержке, Геннадия Андреевича, центрального комитета, распределительный центр, куда привозится вся провизия, уже распределяется непосредственно на передовой. В сегодняшние жаркие дни коммунисты и Херсонской области вместе с остальными практически в ежедневном режиме доставляют питьевую воду на передовую. В новых регионах России груз поступает на специальные склады, арендованные местными коммунистами и распределяется сотрудниками региональных и городских отделений КПРФ. Самый востребованный товар на передовой – хлеб, вода и копии знамени Победы. Уже 79 коммунистов и комсомольцев погибли, но они погибли, защищая нашу Родину. Что хочет сделать Запад? Мы видим эти планы. Деколонизация России. Что значит деколонизация России? Это разрушение многонационального государства Российской Федерации. А КПРФ объединяет эти народы. Наша борьба продолжается и задача всех вместе победить. Вот за нашу победу, за наших ребят, за нашу Родину. И на самом деле за благополучие всего мира сражается коммунистическая партия и сражается наша страна. Коммунисты уверены, что одной гуманитарной помощи недостаточно для победы над неонацистами. Для этого необходима в первую очередь всеобщая мобилизация ресурсов и переход страны на социалистические рельсы. Но русские единственные на планете, кто не поддался англосаксам и западным агрессорам. Они нагнули всех. И Африку, и Латинскую Америку. Эксплуатировали Китай, Индию. Только у нас. Им ни разу не удалось разгуляться. Но самым крепким и сильным мы были в форме СССР. Когда пришли к власти большевики во главе с Лениным и Сталином, они спасли тогда и мир. Спасли мир от фашизма, от коричневой чумы. Они воспитали поколение, которое сумело одержать великую победу. Вот сейчас для всех нас одна из важнейших задач. Помочь детям и новому поколению понять, какая угроза стоит за их плечами. Не победив нацист-фашизм, ни у кого нет никакого будущего. Центробанк может в июле существенно повысить ключевую ставку при реализации альтернативного сценария в экономике. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора. Альтернативный сценарий предполагает дальнейшее нарастание напряженности на рынке труда. А также ускорение роста потребительской и кредитной активности. Коротко о других новостях в стране и мире. По итогам визита президента России Владимира Путина во Вьетнам, Москва и Ханой договорились укреплять свое стратегическое партнерство в духе дружбы и взаимопомощи. Стороны также выступили за обеспечение в Азиатско-Тихоокеанском регионе равной безопасности на основе международного права. Министр обороны Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки в Приморье проинспектировал объекты инфраструктуры 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Глава военного ведомства поручил обеспечить жесткий контроль за соблюдением сроков строительства объектов военного городка. Автоваз начал продажи автомобилей «Лада Ларгус», серийное производство которых было возобновлено в мае текущего года. Машины можно купить в салонах официальных дилеров бренда. Стоимость автомобиля начинается от 1 млн 670 тыс. рублей. Западные страны должны сплотиться на фоне подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, страны Альянса опасаются, что Россия может помочь развитию ядерной и ракетной программ КНДР. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый 14-й пакет санкций против России направлен на энергетический экспорт. В частности, меры призваны лишить России доступа к ключевым технологиям и дальнейшим доходам от энергетики. В Госдуме прошла встреча руководства Компартии с делегацией КНР во главе с вице-президентом Китайской Академии общественных наук Джэнь Джанмином. Гости с большим интересом ознакомились с экспозицией, посвященной предстоящему юбилею лидера КПРФ. Это протест против пенсионной реформы. Это протест против расстрела Ельциным парламентом. Мое обращение против гражданской войны. 9 мая – это импичмент против Ельцина, который нарушил народный референдум. История и судьба страны в судьбе человека. Выставка «Геннадий Зюганов. Время. События. Люди» отразила все главные вехи советской эпохи – современной России и жизни Компартии. Это международные связи. Начинаем встречи Петиня с Сидиньпинем, братские партии, 200 лет Карлу Марксу. Я ездил, помогал, строил заводы на Кубе и помогал Чи Делю после 1991 года. На фотографиях запечатлены встречи с лидерами Вьетнама, Кубы, Венесуэлы. Особый интерес вызвали книги Кеннадия Зюганова, переведенные в том числе и на китайский язык, и достижения спортивного клуба КПРФ. Встреча продолжилась во фракции КПРФ в Госдуме. Члены китайской делегации рассказали о главных приоритетах своей работы и поделились впечатлениями от выставки. Сегодня мы увидели, что все последние десятилетия вы активно работали под социалистическими лозунгами. Мы лучше узнали историю КПРФ и увидели, какой огромный вклад Компартии и вы внесли в развитие своей страны и отношений между нашими странами и партиями. Со своей стороны Геннадий Зюганов отметил, что взаимодействие с Компартией Китая было и остается для КПРФ одним из главных направлений работы. Сложением усилий Китая, России, в нынешних условиях Индии, Ирана, латиноамериканских и африканских стран имеют стратегическое значение. В мире нарастает целый ряд новых угроз, которые до конца и глубоко неосмысленны и научно не проработаны. И тут мы можем сложить наши усилия. В завершение встречи Геннадий Зюганов вручил главе китайской делегации памятную медаль ЦК КПРФ «100 лет Великой Октябрьской социалистической революции». Главные новости и ежедневные программы смотрите на сайте нашего телеканала. А я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго. До встречи.